Молодые, многодетные, с разными судьбами. Объединяет их одно – любовь, почет и уважение к своей семье. Своими историями ульяновцы поделились на конкурсе «Семья года». Для участия каждая семья проделала кропотливую работу. Первым делом нужно было подготовить семейное портфолио, фотографии и фильм о себе, который раскрывает суть заявленной номинации. Всего их шесть. Конкурсная комиссия обращала внимание на общественную деятельность и достижения семьи. После этого лучшие стали участниками городского этапа. Наш конкурс замечательный, у него богатые традиции. Конкурс в следующем году, конкурсу исполнится 20 лет. И этот конкурс необычен тем, что он, во-первых, проходит в год семьи, объявленной президентом Российской Федерации. Во-вторых, в этом конкурсе самое рекордное количество заявок, их 38. И наш конкурс очень многоциональный. К финалу участники подготовили творческие номера. Многодетная семья Вышенских порадовала зрителей яркими танцами с акробатическими элементами. Признаются, что разучивали движение очень долго. Но участие того стоило. Мы многодетная семья, у нас семеро детей. Старшие самые сейчас в армии служат. Остальные вот здесь с нами. Четверо из семи. Приемные детки. Но мы считаем всех своими. А вот семью Шубиных пришли поддержать родственники и друзья. Участники спели песню о своей семье и продемонстрировали свой герб. Но если быть откровенными, это была моя инициатива. Потом меня поддержала дочка, она тоже склонна к творчеству. Ну а мальчикам некуда было деваться, и они нас по-мужски поддержали. У нас большая семья и много интересов. Выходные наши чрезвычайно разнообразные. Это могут быть и собирательства ягод и грибов, и какие-то выступления в театральной студии, и вокальные какие-то конкурсы. По итогу Шубина и Вышенский разделили победу в номинации «Многодетная семья». Звание «Золотая семья» получили супруги Валентины Галины Светковой, прожившие вместе 65 лет. В этом году конкурс стал не только самым многочисленным, но и многонациональным. За звание «Семья года» в различных номинациях соревновались русский, татарский, чувашский, мордовский и одна узбекская семья. Анна Тищенко, Улправда ТВ